Всем привет! Меня зовут Анастасия Балашова, и здесь все про отношения и манипуляции. Обязательно подписывайся! Девочки, я сегодня хочу обсудить с вами ваши профили на сайтах знакомств. И мне хочется рассказать про две неочевидные ошибки, которые отталкивают любых нормальных мужчин с вашей страницы. Они просто вот перекрестился и пошел дальше. И вряд ли вы вообще слышали когда-то об этом. То есть сегодня будет достаточно такая уникальная информация, которая поможет вам по-новому посмотреть на сайты знакомств. Чтобы вы не делали выводы, что да там нет никаких нормальных мужчин, что сайты знакомств это пустая трата времени. Нет, просто дело в том, что ваш профиль отпугивает нормальных мужчин. Давайте исправим эту ситуацию. И начнем с того, какое мета-сообщение вы посылаете потенциальному человеку для знакомства, потенциальному мужчине. Что он считывает с вашей страницы? Какое у него возникает ощущение? Здесь есть одна очень важная ошибка. Это когда женщина начинает себя высмеивать в описании. То есть когда она пишет о себе, она себя высмеивает. Мне одну розу не надо дарить, минимум две. Я там хочу избавиться от звенящих яиц, которые я отрастила. Ну я, конечно, не голливудская звезда, но тоже, знаете ли, ничего себе. То есть любые подобные вот такие вот шуточки, какие-то сарказмы, какие-то вот такие вот насмешки, это все создает неправильное мета-сообщение для мужчины. Почему женщина начинает высмеивать себя? Почему она вот юмор, да, этот использует, когда про себя говорит? Да потому что это обычная простая психологическая защита. Мне страшно, что кто-то посмеется над этим, что вот есть у меня. Поэтому я иду в опережение и начинаю первое это высмеивать. И теперь мне уже не страшно. Ну кто-то посмеется, ну и что? Я же всем показала и сама над этим посмеялась. То есть мне не будет больно. Я таким способом защищаю себя. То есть я себя не люблю, я себя не принимаю. Но я как бы выбрала вот этот путь, да, высмеивание. Поэтому я это начинаю высмеивать. Кто-то идет по другому пути и просто, в принципе, отрицает это, да. То есть никому не показывает, никому не говорит. И не дай Боже, кто-то об этом узнает. А здесь как бы другая стратегия. Вот. И когда мужчина видит что-то подобное, что женщина сама над собой смеется, у него возникает вот это вот ощущение, да, она себя не любит. А если она себя не любит, она себя не принимает, то и я могу ее не любить и не принимать. Если женщина сама себя обесценивает, то и я могу ее обесценивать. И все. И получается такая вот история, да, что на такие шутки и юморки притягиваются только те мужчины, которые готовы вас не любить и обесценивать. Поэтому убирайте любые шутки про себя и начинайте смотреть в сторону принятия себя, своих недостатков и вообще созданию такой целостной модели восприятия себя. Вторая вещь, тоже вообще не очевидная, но мне кажется, каждая вторая, а то и каждая первая девушка на сайтах знакомств допускает именно эту ошибку. Она начинает создавать правила. Если то. Если ты алкоголик, то проходи мимо. Если ты нищеброд, то не пиши мне. Если ты не готов к серьезным отношениям, до свидания, нам не по пути. И любые подобные правила и ограничения, которые есть в профиле, в анкете, да, они играют злую шутку на самом деле. Сейчас объясню почему. Во-первых, кого притягивают эти правила? Кого интересует вот такая вот подача, скажем так? Это нравится мужчинам-пограничникам. То есть тем мужчинам, у кого нестабильная психика, кто еще не вырос. И так как он не вырос, он не является устойчивым. И это проявляется не только в отношениях, да, то есть он не может создавать отношения, но это проявляется во всем. Он не может найти работу какую-то нормальную, на которой он там будет несколько лет работать, хотя бы, да даже хотя бы несколько месяцев. Он не может какой-то нормальный доход себе стабильный поиметь. У него все в жизни нестабильно, потому что у него нестабильна психика. И ему в жизни нужна какая-то опора. И он эту опору везде ищет. И когда он видит чужое правило, чужую вот эту опору, личную границу, то он хватается за нее руками и ногами. Да, Господи, да наконец-то, да я нашел того, у кого это есть. И по иронии судьбы, именно эти мужчины, они как бы нежеланны для женщин. То есть женщина не хочет себе такого. Она хочет себе нормального мужчину, а не вот такого пограничника. Но этот пограничник начинает ей писать, потому что он никогда не отдаст себе отчет в том, что он алкоголик, да, например. То есть она выставляет правило, там, если ты алкоголик, то ты мне не пиши. Потому что что он думает? Он думает, так, ну, я же пью там через день после работы, чтобы расслабиться. Это же как бы не запой, я же не алкоголик. Вот Вася из соседнего подъезда, вот он точно алкоголик. А я нет, я хороший, я классный, я напишу ей. Потому что, ну, ему вот интересно вот это вот, что там есть границы. Надо эти границы проломить своим лбом, да, то есть они любят вот это. И такой мужчина никогда не признается, что серьезные отношения у него не получаются, и он их не создаст. Да, он, может быть, хочет, он, может быть, будет вам об этом говорить, что я хочу семью, я хочу детей, я там всего вот этого вот хочу. Но у него это не получается. И вряд ли, ну, данная история будет исключением. А кого эти правила отталкивают? Ну, как раз таки тех, кто и нужен женщинам, да. Отталкивают правила мужчин-невротиков. То есть тех, кто имеет стабильную психику, имеет стабильную работу, имеет стабильный доход и готов к стабильным отношениям. Почему, как бы, он к этому готов? Почему ему нравится вот эта стабильность? Потому что у него есть в голове уже миллион правил, как должно быть, как обязано, что я должен делать, что я не должен делать. И он устал от этих правил. Невротику уже вот здесь вот эти правила стоят. И когда он заходит на сайт знакомств и видит женщину, которая опять выставляет какие-то правила, выставляет какие-то границы, он думает, господи, да за что мне это всё? Да пошла ты вообще к чёрту. И листает дальше. Он даже не хочет с этим связываться, потому что у него и так слишком много в жизни вот этих вот границ. И он и не пишет, и не напишет, и даже не подумает, вот там подходит он под эти правила или не подходит, ему это неинтересно. И получается так, что женщина выставила вот это правило, что там, если ты, ну скажем так, ветреный мужчина, то ты мне не пиши. Но на это правило притягиваются только ветреные. И вот они ей пишут, 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 она там с ними общается и думает, да блин, да что такое? Да нет вообще там нормальных. И она ещё сильнее это правило ужимает, ещё там больше каких-то условий добавляет, и вот такие не пишите, и такие мимо проходите. И в итоге, ну, никого ей не находит. Потому что на её правила нормальные мужчины, которых она хочет на самом деле, они, ну, они не хотят это выбирать. Про мужчин-невротиков и про мужчин-пограничников я снимала отдельный ролик. Обязательно его посмотрите, чтобы понимать, какие мужчины есть, и что от них можно ожидать, как ими можно управлять, и что от них можно вообще получить. Для того, чтобы не разочароваться в жизни, не совершить ошибку, и не выбрать того мужчину, который не может вам дать то, что вам хочется, и то, что вам нужно. Поэтому тоже убирайте все вот эти вот ожидания, все вот эти правила из своих профилей, и просто посмотрите на то, как изменится качество мужчин, которые вам будут писать. И в телеграм-канале у меня есть гайд «5 реальных причин, почему мужчины не влюбляются в тебя». Я рекомендую каждой из вас обязательно посмотреть, не совершаете ли вы эти самые ошибки. Потому что это не очевидные вещи, не банальные. Вот вы сегодня посмотрели видео моё, и вы поняли, что, ну, возможно, вы даже не задумывались никогда об этом. А ведь это имеет огромное влияние, это имеет огромное значение на то, кого вы будете притягивать, и как у вас дальше всё будет складываться. Поэтому изучайте гайды и ставьте обязательно лайк этому видео, если вам было интересно. Делитесь с тем, кто сейчас в активном поиске, кто сейчас пытается найти своего человека на сайтах знакомств, чтобы они тоже себя проверили на совершение вот этих двух ошибок. Конечно, всех люблю, целую. Пока!